А сегодня мы с вами поговорим о такой теме, которой не принято касаться ни на девичниках, ни с мамой, ни с сестру, ни с подругой. Иногда даже доктору об этом не говорят, но я как эстетический гинеколог это все вижу и могу помочь. Это тема широкого влагалища. Ситуация бывает связана с травматичными родами, с разрывами, с наследственными генетическими причинами. Девочка, женщина может терять ощущения во время половой близости и очень долго ни с кем не делится этим самым сокровенным. Понятное дело, что именно доктор ставит диагноз синдрома релаксации или синдрома расслабленного влагалища. Но хотите я вас научу, как самой поставить себе предполагаемый диагноз и сразу же побежать к доктору, если вы это увидели. Итак, доктор когда проводит осмотр на кресле, половая щель должна быть сомкнута, как розочка, которая еще не раскрыла свои лепестки. Если женщина ложится на кресле и у нее уже половая щель приоткрыта, то это может говорить о том, что при купании в бассейне, в реке микроорганизмы вместе с водой могут туда попадать. И это уже требует вмешательства. Вам необходимо перед зеркалом потушиться слегка. Если вы видите, что при натуживании половая щель начинает приоткрываться, зияет, это говорит о том, что здесь нужно вмешаться. Теперь мы в продолжении расскажем, как помочь женщине чувствовать себя женщиной. Всегда ли операция? Далеко не всегда. Начальная степень синдрома релаксации влагалища требует вмешательства в виде интимного фитнеса. Если вы придете и мы правильно с вами проведем первое занятие, вы и сами поймете, что дальше нужно делать со своими мышцами. Зачастую многие послеродовые девочки именно благодаря интимному фитнесу убирают все степени недержания, опущения влагалища до того момента, пока они кормят грудью и никаких вмешательств предпринять нельзя. Есть, конечно, и более интенсивные методы, уже связанные с хирургией. Один из них это нити, нитевой лифтинг. Если мы широкое влагалище, именно вход во влагалище, сузим благодаря нитям, мы уменьшим его объем и уменьшим вход во влагалище. Такая ниточка будет стоять до 5 лет. До сих пор периодически пациентки передают мне приветы от своих партнеров, благодарных с тем, что проблема их интимная была решена. Если же при осмотре я увижу высокую степень опущения влагалища, интимный фитнес в некоторых ситуациях просто не помогает, а бывает даже вреден, если есть надрыв мышц или связок, то тогда мы предпринимаем решение о том, чтобы провести уже пластику. Если вы больше не будете беременеть, рожать, то есть ничто потом не повредит красиво восстановленное влагалище, мы можем приступить к пластике и реабилитации порядка 3-4 недель. И далее вы чувствуете себя опять как в 20 лет и как не рожавшая. Приходите, посмотрим.